приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород и цветы здравия вам и прекрасного расположения духа и солнечного естественно настроения сегодня у нас агрогороскоп очередной агрогороскоп на период с 21 по 24 декабря но прежде чем мы начнем рассмотрение этой важной теме прошу вас если вы еще не подписались подписывайтесь на наш канал а также лайкайте комментируйте делитесь нашими видео с теми кто вам дорог и кому вы желаете благополучия и добра и за это мы вас искренне благодарим а теперь сам агрогороскоп с 21 по 24 декабря 2021 года время как всегда московская очень легко определить время своего региона а также страны если вы используете интернет и google итак мы до момента вот этого важного момента когда луна будет находиться в знаке лев мы еще раз напомним какие дела мы можем сделать вот этот день когда завершается период нахождения луны в знаке рак и завершается вот этот сожженный путь полнолуния в 7 часов утра 37 минут и у нас вечером еще будет луна без курса 17 46 поэтому очень важно вот этот момент уловить с которого до которого часа мы можем использовать вот этот прекрасный плодородный знак который называется рак это очень хорошее время для посевов и смотрите у нас с 8 до 16 часов можно сеять любые вершки то ли это овощные и естественно цветочные а также очень хорошо микро зелень замачивать и получать вот эти прекрасные витаминные ростки рассада также с 8 часов утра и до 16 что вам нужно для рассады высаживать уже готовые пикировать пересаживать перевалку все в это время делаете все получится хорошо в саду очень хорошо но естественно там где нету большого снега но если вы знаете подготовили это место где у вас будут находиться эти семена для того чтобы они взошли то естественно с 8 до 16 часов 21 декабря можно сеять туго всхожие семена древесных растений они очень долго всходят им очень нужны вот эти различные морозные состояния потом отепель и так далее и они тогда весной или уже следующий год или летом будут всходить очень интересный процесс зеленые операции еще не проводим это связано и с сожженным путем полнолуния и самое главное это знак стихии воды а в этом знаке мы никогда не обрезаем никакие растения не имеет значения это просто обрезка или это зеленые операции зеленые операции на зеленых растений а сейчас рассмотрим вот эти важные два момента меня попросили напомнить что именно можно сеять в эти дни из цветов так вот из долгоиграющих так называемых цветов можно сеять семена бегонии эустомы вербины гибридной эхиноцеи пурпурной гайлардии гвоздики садовой и гвоздики шаба дельфиниум гибридный лобелия меканопсис пеларгония герань цинирария колокольчик карпатский кольцеолярия морщинистая но ее можно также и в доме сеять но это что касается цветов которые вы будете выращивать в саду или на цветниках в открытом грунте для комнатных растений тоже есть своя целая команда так называемая растений которые выращивают очень многие в комнате на балконе в лоджии и специальных даже теплицах где круглый год тепло определенная температура сейчас много таких теплиц но что можно высевать в это время в знаке рак для того чтобы получить хорошие всходы сеем семена снова же бегонии которые будут расти у вас в комнате цикламенов пеларгонии плющелистной пеларгонии зональной а также семена бальзамина уолера фуксии глоксинии кальциолярии а также семена кактусов и других суккулентов которые сейчас очень популярны у многих на окошках а также сеются в этот день хорошо цитрусовые различные семена гранат инжир и другие вот я назвала в основном то что меня спрашивали я все эти растения назвала и мы этот вопрос рассмотрели далее идем поливы и подкормки в знаке рак очень хорошо пикировка снова же проводится в это время у вас уже рассада есть у многих я знаю цветочная тот то уже высел еще кто-то в сентябре кто-то в октябре но вот в это время уже можно и пикировку перевалку делать елки к новому году пожалуйста не трогайте не режьте веточки еще возник такой вопрос можно ли покупать в эти дни естественно если уже срезаны и продаются вы не знаете когда срезали я думаю придет время когда будут понимать те кто продает что нужно срезать в дни когда растение на растущей луне находится в знаке стихии воды чтобы в иголочках как можно больше было воды но в данном случае мы говорим о тех растениях которые находятся допустим у меня у дома есть елка и я каждый год стригу ветки снизу остригаю и вот ищу и жду этого времени уже перед новым годом но это делаем на убывающей луне в данном случае в знаке стихии воды и рядышком сожженный путь полнолуния нельзя еще нарезать эти ветки но и у других то же самое заготовки также не проводим лекарственные настойки получаются некачественные и квашения тоже не делаем а сейчас мы рассмотрим с вами вот именно чистые вот эти два дня когда луна будет находиться в знаке лев стихии огня это будет среда и четверг 22 23 в эти дни в знаке лев очень хорошо высаживать лук и чеснок на зелень это можно сделать и в теплице и на окошке есть разные способы то ли вы можете в горшок то ли бутыли различные есть способы высаживайте очень хорошая зелень и будет не болеть вот этот период очень хороший сухие такие красивые сочные зеленые получаются темно зеленые листики витамины рассаду в это время не высаживаем и ничего не делаем потому что в это время очень слабая корневая система не беспокойте растения в эти два дня 22 и 23 очень хороший день вот сейчас вот будьте внимательны это еще не обрезка садовых растений здесь есть такое такое замечание подсказка пока что нарезайте черенки для весенней прививки или же вы собираетесь укоренять можете нарезать если уже древесина созрела морозики позади это касается юга можете вот нарезать 22 и 23 и устанавливать где вы их храните на зиму а весной уже доставать эти черенки и заниматься тогда созданием новых растений но не обрезайте еще садовые растения но зеленые операции на зеленых частях уже можно делать многие спрашивают когда же когда же у нас уже цветоносы на комнатных растениях сухие нужно убирать вот уже можно во льве пожалуйста раночки заживут уже позади вот этот сожженный путь полнолуния на особое напряжение уже спадает поэтому можно уже эту работу проводить для цветов те что у вас зашли в это время внимательны будьте чтобы не было ситуации с прошлого года когда на посевах такие красивые всходы и затем вдруг вы обнаруживаете тлю делайте профилактические обработки против вредителей обязательно для комнатных цветов та же самая ситуация защита от вредителей болезней профилактические различные мероприятия и это должны быть биопрепараты поливы в дни льва бесполезны и подкормки тоже не делаем они только вредят пикировку в эти дни не проводим и вот тот момент когда уже можно нарезать веточки для того чтобы на новый год украсить занести в дом или кто-то отмечает раньше эти праздники у каждого свое время своя религия свои традиции поэтому вот во льве уже можно нарезать веточки еловых растений пожалуйста это уже будет нормально для растения заготовки можно проводить многие к праздникам готовятся что-то заготавливают то ли мясное то ли рыбное пожалуйста можете консервировать все что вы хотите делать кто-то коптить закладывать на соленье готовить вот это все время очень хорошие для этих работ вот что касается лекарственных настоек очень хорошо в это время если вы собирали травы для профилактики или лечения сердечных заболеваний системы кровообращения очень хорошо в это время и готовить из этих растений различных лекарственных готовить настойки в дни льва замечательное время квашение в эти дни не проводим это знак стихии огня сухая и горьковатая капуста получается и вот день перехода уже пятница будет смотрите здесь очень интересная такая ситуация здесь день будет делиться и причем очень короткий период у нас будет луна и без курса с 9 часов 42 минут до 11 часов 24 минут мало будет отдыхать луна поэтому до 9 часов даже до 8 30 вы еще можете лук и чеснок на зелень посеять микрозелень заложить на то чтобы она вам дала росточки а вот уже с 12 часов дева она уже вступают свои права с 12 часов можно сеять семена на рассаду это цветочные растения семена на рассаду а также проводить подзимний посев цветов дева покровительствует цветам любит она красоту и еще у нас как раз вот эта третья фаза и в нее мы всегда вот хорошие результаты получаем для посева вершков еще так что используйте это время для этих целей рассада только рассада цветов из 12 часов с ней можете работать можете пересаживать высаживать перевалку делать только цветочные растения в саду вот этот момент очень интересный очень хорошо нарезать и сразу укоренять черенки с 12 часов дня и до конца суток очень хорошее время но лучше вот если вам нужна нарезка черенков для весенней прививки вы делаете эту работу заранее а здесь сразу же и устанавливаете на укоренение эффективность будет очень хорошая но зеленые операции в этот день не проводим и кстати не обрезаем сад еще в саду вот почему вот многие спрашивают как кто новичок почему нельзя обрезать садовые растения а нарезать можно это исключение из правил я где-то когда-то читала о том что еще маленькая какая-то книга в 1999 году что в деве очень хорошо обрезать я это уже использовала и оказалось и несколько раз что это очень плохо для растений то есть то ли ошибка то ли другой опыт но вот то что вот сейчас наработано черенки это исключение из правил нарезаем но растения в это время не трогаем почему-то в это время идет заражение с различными спорами грибковых заболеваний влажность долго сохраняется на срезе и естественно идет вот это инфицирование поэтому будьте внимательны вот этот момент прислушайтесь к нему поэтому не обрезаем саду и не проводим зеленые операции и кстати на овощных и цветочных растениях я тоже вот эти проводила испытания лучше обойтись и лучше раньше сделать и потом позже будем выбирать хорошие периоды для цветов и комнатных и тех которые у вас в комнате пока рассада растет в это время хорошо проводить защитные мероприятия профилактические против вредителей и болезней поливы уже хорошо можно проводить 12 часов дня подкормки после 16 часов чтобы уже полностью энергии девы начали работать это дни корня и очень хорошо поливать и подкормку делать в это время пикировка только для цветочных растений и вот слово же та же тема обрезки в дни девы пожалуйста не нарезайте веточки елок и елки не срезайте если вы допустим хотите срезать часть елки оставить она потом очень болеет и погибает очень медленно и болезненно поэтому пропустите этот день заготовки в это время получаются плохие в плане того что быстро портится запах и неприятный вкус и цвет теряет и конечно же лекарственные настойки лучше не делать в время и квашение тоже от него откажитесь быстро слизнет и плохо хранится продукция именно в это время вот для скриншота оставляю буквально на несколько секунд а теперь постоянная рубрика луна для дома и для здоровья с 21 по 24 декабря напомним про наш день вторник когда у нас почти все красные нет нужно обязательно вспомнить что в это время бывает часто дым при растопке печки и камина тесто в это время плывет это стихия воды нужно чуть больше дать муки или же меньше в то ли молоко то ли вода рукоделие стрижка волос стрижка ногтей покраска волос мытье волос мытье волос пожалуйста в это время исключайте эти работы очистка кожи как раз начинается вот этот курс и он будет продолжаться у нас до момента уже новолуние но мы снова будем рассматривать эти дни и далее мы об этом вам сообщим а пока вот этот курс начинается и он хорошо дает хорошие результаты дает ремонт 21 декабря ремонтные работы не проводим и не проветриваем вещи несмотря на то что если даже будет солнышко и хорошая погода потому что в это время вещи притягивают влагу это знак стихии воды зато стирка и уборка делайте очень хорошо получится несмотря на то что позади у нас утром завершается в этот день сожженный путь полнолуния уже можно и стирать и убирать очень хорошее качество будет уборки и белья затем у нас два дня очень интересные вот смотрите кто-то мне пишет что любим когда вот это все да 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 чтобы можно было делать все любые работы которые запланировали не запланировали итак лев пожалуйста в это время горят дрова кстати сухие дрова очень хорошо дыма практически нет далее тесто вот здесь момент наоборот вот получается если в дни стихии воды плывучее тесто то здесь не хватает жидкости сухое получается кстати очень быстро если коржи я раскатываю для вертуты то тут надо следить накрывать потому что очень быстро подсыхает в это время так что здесь вот уже регулируйте с водой или молоко или другая какая-то консистенция жидкость которая вам нужна для того чтобы приготовить тесто и в это время не очень быстро растут дрожжи любые дрожжи то ли это натуральные природные закваска здесь нужно чуть чуть раньше все делать если вы запланировали чуть чуть дольше этот процесс идет во льве знак стихии огня плюс это убывающая луна так что это тоже возьмите на заметку и вот пришло время льва это время творчества поэтому начинается прекрасный период когда можно творить руками вышивать вязать пришивать шить новогодние костюмы или платья или костюмчики для детей или еще в общем все что угодно вы творите в это время в дни льва прекрасно получается далее вот замечательный момент во льве стрижка получается прекрасная стрижка ногтей тоже полезно ногти не слоятся очень хорошо растут красить волосы в это время очень хорошо но используйте вот сейчас современные есть органические они дорогие но они есть эти органические окраски красьте пожалуйста получится очень красивый цвет мыть волосы супер время мойте и качество ваших волос будет блеск и и недолго будут то есть жирными они не сразу становятся как вот в знаке стихии рак воды тут помыл и сразу жирнеет а здесь вот они шелковистые такие чистые держатся дольше дальше идем мытье волос мы разобрали очистка кожи очистка кожи конечно же это продолжение вот этого периода утром и вечером проводите манипуляции которые связаны с очисткой кожи ремонт очень хорошо в это время и быстро сохнет и не остаются разводы от щеток и очень качественно получается и побелка и покраска проветривание вещей если солнце на улице и ветерок прекрасно вещи будут пахнуть и прекрасно проветриться и не наберут влаги стирку вот стирку и уборку знак стихии льва пожалуйста и еще сейчас убывающая луна просто-напросто пропустите потому что качество будет не очень приятное мягко выражаясь пропустите это время естественно можете убрать то что вы вот допустим какая-то быстрая приборочка что-то там разбросали или ребенок что-то натворил вот это естественно нужно сразу убирать а вот генеральная уборка будет чуть чуть позже на убывающей луне и мы скоро это время уже увидим далее у нас очень важный период пятница конец недели у нас переход идет из знака стихии огня в знак стихии земли что это за время и что мы можем делать да тут некоторые работы нужно будет до определенного времени провести например вот смотрите печка далее после 11.25 нужно до 11 часов постараться растопить печку потому что уже в деве вот этот период бывает дым поэтому лучше с утра растопить горячая печка и потом горят дрова все хорошо получается приятное потрескивание дров тепло и никакого дыма в доме нету для теста очень хорошее время здесь утром еще будут энергии стихии огня а вот в деве все получается замечательно вот мне нравится в этот период какие-то делать из теста продукты вкусные так что используйте здесь и энергия льва и энергия земли вот эти две энергии как раз помогут сделать тем более пятница конец недели готовьте из теста любые вкусности рукоделие продолжается очень хороший период стрижка волос стрижка ногтей покраска волос кстати здесь вот можно уже красить любой краской но берегите свои волосы постарайтесь уже переходить на органические можно вот это делать и в деве и мыть волосы очень хорошо в этот период очистка кожи у нас продолжается вот этот период ремонт вот здесь обратите внимание кто-то спешит до нового года подготовить какую-то комнату или кухню побелить где-то печку тоже где-то почистить подбелить покрасить что-то постарайтесь это сделать до 12 часов вот стихии вот именно дева у нас стихия земли где в деве как-то она не идет не так качественно получается и настроение даже в деве вот дева это просто созерцание красота отдых созидание вот красивого выращивание цветов вот это да поэтому постарайтесь все эти ремонтные работы провести до 12 часов ну и проветривание вещей тоже проведите до 12 часов при наличии хорошей погоды а вот теперь внимание стирка и уборка можете проводить генеральную уборку генеральную стирку уникальное время это конечно не знак стихии воды но в деве тоже очень хорошо стираются вещи уже сколько раз проверяла прекрасно все получается дева словно помогает она как женской вот этой энергии помогает женщинам вот эту красоту сотворить приятное белье чистое красивое и уборка тоже хорошо получается в это время ну а сейчас для скриншота буквально пару секунд оставляю для того чтобы эту работу сделали для себя луна для здоровья у нас остается один день который вы хотим напомнить и хотим чтобы вы обратили особое внимание это 21 декабря когда луна находится в знаке рак особое внимание обратите на органы пищеварения в это время уязвимы печени желчный пузырь желудок двенадцатиперстная кишка поджелудочная железа пищевод нервная и пищеварительная системы но и в этот день по-прежнему еще очень уязвима грудная клетка и все что находится в этой грудной клетке поэтому очень возможные в это время при нынешних погодах которые у нас меняются очень резко то снег то холод то мороз то тепло и поэтому обостряются астмы усиливается количество простудных заболеваний ларингиты пневмония но естественно еще как к этому дают добавляется заболевание щитовидное вилочковый желез и ревматизм конечно же он здесь просто король в это время поэтому обратите внимание на свои кости на свои органы которые в это время очень уязвимы в это время 21 декабря постарайтесь не допускать агрессию и перепады настроения независимо от того какой вы получаете информации кто вам встречается на вашем пути и что вам рассказывают будьте пожалуйста спокойны и мирны душевного равновесия вам и естественно не переедайте в это время исключайте молочные продукты сырые овощи холодные еду и холодные напитки что можно из питания конечно же легкая пища должна быть это же время всех органов пищеварения должно быть легко для органов пищеварения приятная пища салаты из отварных овощей а как хорошо в это время овощные супы вместо любого другого хлеба вот хороший в этот день ржаной хлеб а также готовьте различные такие вкусные вкусные блюда из морепродуктов из рыбы из картофеля топинамбура вкусно в это время прекрасно получается салаты в которых есть вот эти овощи морковь свекла картофель то даже кислый огурчик в общем готовьте пожалуйста все что вам нравится к чему вы привыкли а еще очень хорошо в это время миндаль фисташки кокосовые орехи и любые экзотические фрукты если у вас конечно на них нету аллергии 22 23 и практически половина дня 24 декабря это среда четверг и почти вся пятница очень сложный день практически для всех потому что в это время уязвимы сердце аорта артериальная система кровообращения снова же грудная клетка ребра позвоночник сердечно-сосудистая система практически главные органы которые удерживают жизнь в нашем теле в это время просто-напросто подвержены массе энергии энергии когда энергии огня энергия льва направлены вот на эти органы поэтому постарайтесь в это время в свой рацион включать протеины витамины d и c поэтому используйте в натуральные соки травяные чаи готовьте различные блюда из рыбы из морепродуктов печеный картофель вот во льве этот картофель запеченный но не получается конечно же в углях костра в печке запеките очень хорошо яблоки и свежие печеные груши хурма цитрусовые ананасы авокадо блюдо из фасоли из гороха но и другие бобовые если у вас есть тоже очень хорошо в это время маслины чеснок чеснок прошу на ночь не употреблять чеснок утром и в обед очень хорошо иначе спать не будете хорошо употреблять в это время грецкие орехи семена подсолнечника различные зеленые овощные есть растения которые у вас на кошке растут или в теплице а также в это время очень хорошо зеленый чай и морковь и блюда из моркови из круп хорошо в это время пшено овсянка гречка рис варите каши для своего тела они очень полезны в это время в дни когда луна находится в знаке лев и хочу обратить внимание еще на 24 декабря после обеда это очень важно потому что уже после обеда в деве становится более уязвимы тонкий кишечник двенадцатиперстная кишка поджелудочная железа толстый кишечник слепая кишка аппендикс пупок область живота жировые отложения в области живота и брыжейка будьте к ним внимательны и в это время иногда бывают вот эти приступы аппендикса и проблемы в области живота особенно сейчас когда идут вот эти новые энергии и эти энергии с 21 числа настолько усилены будут новая энергия квантовый скачок продолжается трансформации нашего тела продолжается будьте внимательны к своему телу в это время и принимайте все эти энергии с радостью легко не сопротивляйтесь и тогда ваша иммунная система будет вырабатывать механизмы защиты от бактерий от вирусов которые попадают в организм через различные органы и вот здесь я напоминаю что особая роль брыжейки мы уже о ней с вами говорили ей тоже уделяйте внимание и с ней разговаривайте почему она так важна напомню она является сейчас для нашего тела своеобразным вот этим приемником и переработкой вот этой новой энергии которая поступает нам от творца от создателя это новая энергия и если бы не было брыжейки естественно наши тела просто физики не сохранялись бы они рассыпались бы вот этот орган так называемый еще его мой папа покойный говорил это мои соц накопления так вот наши соц накопления брыжейку берегите не вырезайте не идите на операции потому что этот орган в будущем имеет очень важную роль для каждого человека который будет дальше оставаться на земле творить и созидать ну а далее мы кроме этих этих органов которые мы сейчас рассмотрели есть еще информация по деве что нужно в это время и время использовать для питания нужно использовать раздельное питание и принимать пищу маленькими порциями раздельное питание это сначала допустим какой-то вот продукты кашу съели затем картофель цитрусовые через время орехи еще через час-два и вот так вот эти различные продукты как мы сейчас их назовем которые очень хороши в дни девы и вот так вот организовывайте себе питание маленькие порции но чаще и раздельно должно быть и так нужны в это время в деве продукты богатые железом и витаминами группы b а также энергетические соли это сульфат калия и фосфат железа вот эти обе соли содержатся в гречневой крупе пшени и овсе а также яблоко грушах гранате сейчас то что есть в картофеле разный картофель или отварной или запеченный любой картофель вот эти есть нужные продукты питательные вещества есть в этом овоще в моркови всех цитрусовых фруктах должно быть в меню растительное масло грецкие другие орехи а также есть у нас черная редька молочные продукты очень хорошо а также зеленые культуры у кого что есть на окошке и очень хорошо цветная капуста и обратите внимание в эти дни когда луна находится в знаке девы от 24 после обеда не готовьте ничего с тестом макароны и другие углеводные продукты они не принимаются нашим телом и они не идут в пользу они наоборот штопорят различные процессы которые проходят в это время в нашем организме на этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск и желаем вам крепкого здоровья всем крепкого крепкого здоровья позитивного настроения прекрасного такого состояния души равновесия душевного гармонии любви состояние такое легкого праздничного потому что вот мне хочется я ощущаю в этом году праздник еще самого первого числа декабря с первого декабря вот как никогда этот праздник уже ощущается и хочется вот этого праздника и ждешь и идешь к этому празднику я думаю что вам тоже хочу передать вот это настроение и вам тоже вот это настроение пусть помогает жить творить проходить вот эти различные испытания мы идем вперед трансформация продолжается и усиливается и это очень интересно мы впервые с вами мы как души которые воплотились в этом теле мы впервые с вами не теряем свое тело а преобразовываем физики его и двигаемся в другую реальность прекрасную реальность где мы творим в позитиве где все светло где радостно где счастливо где нет вот этих страхов и различных болезней здоровья вам и до новых встреч на нашем канале как всегда это видео подготовили авторы канала раиса горяченко и александр волик пока пока и